Всем привет! Меня зовут Дмитрий Пыжьянов, он же грамотный сантехник. И сегодня мы поговорим о том, а как же ремонтировать своими руками, ручищами-то своими, газовые котлы, свои бабушки, дедушки. Вот, например, есть у вас котел, там, 3-4 котла у своей семьи. И как их можно ремонтировать, обслуживать своими руками так, чтобы никто вам не накосячил с котлом, и он у вас долго и счастливо работал. А зимой вы не замерзали, и горячая вода у вас всегда была. Я работаю в сфере отопления, сантехники и ремонте котлов уже 15 лет. Уже скоро будет 16, кстати, уже октябрь. Скоро будет 16 лет, как этим занимаюсь. Постоянно повышаю квалификацию, то есть вот в этом году прошел обучение на котлы Мезуда, котлы ЯЦА. Прошло обучение по настенным, вот традиционным котлам Будерос Логомакс. Вот не успел еще распечатать свои сертификаты. Обыкновенные котлы, ну обычные, конвекционные, стандартные, традиционные котлы Будерос и Бош. И также прошел настенные конденсационные котлы Будерос либо Бош. Они у нас мало тут распространены. В принципе, конденсационники мало кто ставит, но есть на то причины. Они очень дорогие сейчас у нас. И будут ли они у нас вообще, еще вопрос. Но, собственно говоря, говорят, что он супер-супер экономичный. Ну, в общем, я сниму потом отдельный видос по поводу этого. Ладно. Хорошо. Сегодня. Зачем вам обучаться ремонту газовых котлов своих, да? Там маме, папе, бабушке, дедушке, соседу можно за денежку, кстати, уже сделать котел. Итак, вот у меня есть сайт «Грамотный сантехник». Здесь вы можете задать вопрос, написать его в WhatsApp, либо заполнить небольшую форму. Вот. Небольшую форму заполняете, я с вами свяжусь. Значит, здесь обо мне, мои услуги, онлайн-консультация, если какой-то обширный вопрос, грамотный проект. Если нужно, значит, в общем, все здесь можете посмотреть, мои работы, все мои социальные сети. Моя, кстати, сервисная организация «Сервис котлов», в которой у нас семейный подряд отец, я, брат. Мы работаем уже 7 лет, как вот эта организация. В общем, можете посмотреть. Самое главное, есть рубрика «Полезные материалы». Здесь есть «Котельный баблоруб», это как зарабатывать на ремонте котлов. Здесь более обширный курс, как там поставщиков искать, как это все, собственно говоря, делается. И сами с котлами. Вот именно об этом курсе мы сегодня будем разговаривать. Ремонт котлов своими руками. Как вы можете своими руками ремонтировать газовые котлы? Если вы понимаете, о чем я говорю, о разводном, например, ключе, и есть у вас навыки крестовой отвертки, то вы можете свободно сами ремонтировать свой газовый котел. Нет ничего в нем такого сверхъестественного, чтобы вы не могли разобраться, если, говорю, есть какие-то определенные навыки, там, не знаю, в машине что-то крутите, дома все равно что-то делаете. Если вы умеете пользоваться инструментом, значит, этот курс вам вполне подойдет. Зачем вам вообще это надо? Смотрите. Значит, здесь мы рассматриваем ремонт газовых котлов, обслуживание газовых котлов, замена и монтаж газовых котлов. Как их обслуживать так, чтобы он у вас работал долго и счастливо. После обучения вы получаете сертификат о прохождении курса и попадаете в секретный чат мастеров. Сейчас даже его покажу. Вот, секретный чат мастеров. Здесь мы, все, кто отучился по моим обучающим материалам, мы здесь обсуждаем какие-то вопросы. Также я скидываю сюда заявки. Те, кто обучался котельному боблорубу и грамотному инженеру, получает эту заявку и, собственно говоря, может, там, вот в Москве были заявки, люди отрабатывали, там, по 20-30 тысяч за пару дней зарабатывали на ремонте обслуживания котлов и замене батареи, по-моему. Зачем вам вообще это нужно? Фишка в том, что материал стоит всего 1900 рублей. Стандартное обслуживание, лично от меня, стоит 2500 рублей обслуживание котла. Здесь вы получаете полный комплекс, обучаетесь. У вас, скорее всего, есть уже основной инструмент. Если вы вообще смотрите это видео, то можете это все, собственно говоря, проворачивать. Видите ли, те организации, которые предоставляют ремонт, обслуживание котлов, например, газоснабжающие организации, мягко говоря, там работают неквалифицированные люди. Почему такие люди там работают? Потому что там зарплата 20-15 тысяч рублей. Ну, 20-25, будем честными, да. И там мало кто занимается повышением квалификации, какими-то, знаете, правильными регламентными работами. Никто особо ничего не делает. Не хочу никого обижать, но большинство людей за 20-25 тысяч рублей там работают просто мега неквалифицированные. Да, вы можете также, конечно же, позвать квалифицированного сервисника. Он приедет, все сделает, с договором это будет стоить 5-8 тысяч рублей. Зависит от, это в год, зависит от региона. А так, большинство моих клиентов, кто попросили меня научить, я их обучил, и они занимаются своим котлом сами. Мне не жалко, я научил, ну, естественно, за денежку научил. Человек сейчас сам занимается своим котлом, а когда газовики приходят к нему, у них просто дешевый договор, поэтому они берут котел на обслуживание, а мастерам этот человек просто говорит, что, ребят, мне не надо обслуживать котел, я его сам делаю, вы идите отдыхайте, зачем вам лезть в мой котел? Давайте я подпишу, чтобы вы все сделали. Отдает, грубо говоря, полторы тысячи рублей за договор на обслуживание, сам его делает, ну и, собственно говоря, у него получается полторы тысячи вместо там восьми тысяч рублей. Вот и все. И при этом вы сами делаете свой котел, ремонтируете, обслуживаете, он у вас долго и счастливо работает. Если вы багаж знаний получили и знаете, как это делать, все обслужили, он у вас отлично работает, ну и, собственно говоря, все довольные и все сытые. Поверьте мне, газовикам лезть в ваш котел лишний раз тоже как бы не нужно, поэтому спокойно люди все реагируют на такую, значит, заявку. Так вот, вы можете приобрести, значит, материал мы с вами с котлами, обучиться полностью, как их обслуживать полностью, правильно, да, как бак расширительный прокачать, где что почистить, где что подрегулировать, на какие моменты обратить внимание перед запуском сезона, как запускать котел, ремонт газовых котлов, какие основные блоки там находятся, да, то есть вы уже будете знать, что это газовая камера, как она работает, горелка, да, что это теплообменник, какие типы теплообменников существуют под ваш котел, трехходовой клапан, что такое, что такое пластинчатый теплообменник, газовый клапан, как он регулируется, циркуляционный насос, в общем, расширительный бак, вы будете знать абсолютно все по частям котлов, ну, просто это урезанная версия для тех, кто хочет своими руками работать, это так, есть котельный баклоруб, там более обширно, как на этом зарабатывать. Дальше, заменный монтаж, вечного, конечно, ничего не бывает, там через 10 лет у вас котел, грубо говоря, наелся, он у вас четко обслуживался, вы его поменяли, а дальше нужно его поменять, как его заменить, как его установить, то есть газовики это не запрещают, вы его устанавливаете, потом подключаете к газу, проверяете, а потом уже подводку газовую, как обычно, люди отцепляют и вызывают газовиков. Это, если что, ознакомительная информация, это не юридическая и никого ни к чему не призывает. Итак, значит, вот из таких блоков состоит, значит, этот материал, если будет интересно, можете написать мне в WhatsApp, Telegram, почту, пожалуйста, здесь есть Instagram, есть, значит, у меня Telegram, WhatsApp, почта, есть секретный Telegram канал, там просто я обсуждаю постоянно, ух ты, уже 363 подписчика, обсуждаю постоянно свою работу, показываю, чем я занимаюсь и все полезные статьи я выкладываю туда. Также, кстати, у меня есть канал на Яндекс Дзене, здесь я рассказываю, вот котел Бугатти, например, как работает принцип газового котла двухконтурного, да, тоже можете пообучаться, в принципе, информации достаточно, можно обучиться с помощью соцсетей, я согласен, но если вы хотите сжато комплексный получить материал, то вам, конечно же, лучше приобрести обучающий материал. Вот, ребята, значит, отзывы об этом курсе, банально, вот здесь вот ребята просто поблагодарили, сказали спасибо, очень полезный материал, интересно заниматься, ребята говорят, что вот у них прям вообще некогда присесть, они там порой до двух-трех ночи разбирают постоянно, говорят, котлы. Ну, в общем, людям нравятся мои обучающие материалы, они довольны и все сыты, это мой принцип вообще в принципе по жизни, да, чтобы были все довольны и все сыты. Я небольшую денежку заработал, сделав этот материал, человек прошел материал, он экономит, знает, как ремонтировать свой котел, либо зарабатывает на этом, соответственно, все довольны и все сыты. А с вами был Дмитрий Пожьянов, всем огромнейшей удачи, счастья, здоровья, любви и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok